Выборы в Алтайском крае в целом прошли спокойно, однако за три дня круглосуточной работы штаб общественного наблюдения выявил и предотвратил свыше 40 нарушений. К слову, в 2021 году число инцидентов было в 15 раз больше. Среди самых распространенных нарушений незаконная агитация в период самого голосования. 22 случая выявили наблюдатели-студенты с помощью соцсетей. Мы связываемся с владельцем соответствующей страницы сайта, объясняем, что это незаконно, штраф может быть 20 тысяч. Если это вовремя убирают, как мы считаем, что наша функция исполнила, то мы просто фиксируем. Если это злостное нарушение, мы тогда передаем информацию в органы внутренних дел. Вчера два таких материала были переданы. С помощью соцсетей также мониторили и разоблачали фейки. Все вручную, никаких ботов. Поэтому работали даже ночью. Та же история касается и онлайн-камер. Они не отключались вообще. В местах, где интернет плохой, ввели видеозапись. Ну и, конечно, на участках работали наблюдатели, которые пресекали попытки испортить бюллетени. Зеленка, чернила, поджоги, кабинок мы видим по России. Вот у нас с зеленкой два инцидента было по Сибирскому федеральному округу. В Новосибирске смогли залить. В республике Алтай вовремя пресекли. Везде, где осуществляются эти попытки, мы видим это. Либо тебя там обманули на деньги, сказали, вернемся, ты сделаешь. Либо попытки все, они осуществляются из-за рубежа. То есть, в 2018 году такого не было. В Алтайском крае таких серьезных инцидентов не было. Однако попытки помешать голосованию предпринимались. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной итогам выборов. Так, в последний день голосования, жительница города Барнаула пыталась порвать книгу списка избирателей. Ну и, конечно, не удалось. Органы внутренних дел сейчас разбираются. И можно сказать, что это, наверное, самый серьезный цвет. Ничего серьезного не было. Что же касается дистанционного электронного голосования, то оно выдержало. Система блокчейна даже оставила запас по прочности. Однако интернет от активности граждан и дудос-атак периодически сбоил. Неприятная ситуация, учитывая, что Алтайский край был в лидерах по числу пользователей ДЭК.